Всем привет! В прошлом видео мы с вами начали нашу прогулку по Рапонге, но там мы были в мебельных магазинах. Сегодня погуляем в том же районе, но посмотрим уже на прохожих. Район Рапонге для меня это место с противоречивой репутацией. За свою недолгую историю здесь были и подъемы в развитии, и спады. В те периоды, когда район был особенно популярным, здесь было огромное количество ночных клубов, баров, дискотек. Ну, в зависимости от времени, когда это все было. Было время, когда здесь собирались японские мафиози Якудзе. Был период, когда здесь хозяйничали выходцы из Нигерии. Большинство ночных заведений принадлежало здесь им, пока не участились пьяные дебоши и конфликты, и полиции пришлось вмешаться. А потом построили Рапонге Хиллс, торгово-деловой и жилой комплекс, где на верхнем этаже разместили музеи и смотровую площадку. Позже появился национальный центр искусств, тоже выставочные площади, где показывают современное искусство не только японское, но и мировое. Не буду вдаваться в ханологию, появился здесь и Токио Миддтаун, тоже торговый, жилой, деловой комплекс, и тоже с музеем внутри. С тех пор Рапонге стали говорить как о центре современного искусства и дизайна. Бары, рестораны, ночные клубы, конечно, остались. Есть здесь и караоке, очень любимый досуг у японцев, но в связи с последними событиями потихонечку все закрывается. До сих пор в Токио продавать алкоголь можно лишь до 8 часов вечера. Так что теперь лично я не воспринимаю этот район как центр ночной жизни. Для меня это шоппинг и современное искусство и дизайн. Сегодняшнее видео снято недалеко от главного перекрестка в Рапонге, он так и называется, перекресток Рапонге, рядом с Токио Миддтаун. Кстати, упомянула о музеях, здесь в Токио Миддтауна их даже несколько. В Японии у большинства крупных корпораций, а, наверное, точнее сказать, у их владельцев, есть собственные музеи. Там представлены экспонаты из частной коллекции этой компании, читаем в скобочках, владельцев. Говорю ехидно, но не всегда это плохие коллекции. Зачастую корпорации очень богатые и коллекции очень достойные и интересные. Кроме того, у гигантов японского бизнеса есть еще и музеи, где рассказывается и показывается история компании, их прошлые заслуги и новейшие разработки. В Токио Миддтаун, в частности, есть музей компании Fujifilm, где рассказывается не только о истории этой компании, но и о истории фотографии в целом. Там же я видела и небольшой выставочный зал, где периодически проводятся выставки фотографий. Еще Рапонги считается районом иностранцев. Здесь и по соседству очень много посольств. В частности, российское посольство находится тоже здесь, совсем недалеко от центрального перекрестка. А в Токио, там, где посольство, там очень много полиции. Таким образом, японское правительство охраняет покои и обеспечивает спокойствие иностранных граждан. Особенно много полиции вокруг ближайших соседей, вокруг российского посольства, китайского и корейского. Ведь именно в их сторону направлена активная деятельность ультраправой партии в Японии. И в районе этих трех посольств они активно ездят на своих автомобилях и выкрикивают разные лозунги. Но иностранцев в этом районе много не только потому, что здесь посольство, здесь и дорогие жилые комплексы, где крупные международные корпорации снимают, арендуют для своих сотрудников квартиры. Конечно, там живут не простые сотрудники, а менеджеры высшего звена, и у них очень хорошие квартиры. В том числе и на верхних этажах Токио, Миттаун и Рапонги Хиллз. Несмотря на то, что велосипедных парковок в Токио очень много, велосипеды бросают и просто так, на тротуаре, даже там, где кругом сплошные объявления на всех языках и знаки о том, что велосипедная парковка запрещена. Но в Токио к этому относятся как-то просто. Поставили и поставили велосипед, уберут позже. Но такие мелочи здесь не особенно обращают внимания. Кроме меня, здесь тоже шла видеосъемка, какое-то интервью у девчонок брали. Не могу не откомментировать белые носки. Их так много сейчас на улицах, и до сих пор они бросаются мне в глаза. Но в этот день, кстати, я тоже была в белых носках, уже вливаюсь в японскую струю. А эта девушка уже в сандалиях, и не одна. Она видела еще несколько человек с плотными носками. В Токио сухо, погода, конечно, не очень весенняя еще, потому что дует прохладный ветер. Вообще считается, что февраль самый холодный месяц в году, но это не мешает модницам ходить в балетках и в сандалиях. Снимала японскую собачку, и получился сейчас не очень красивый кадр, но жизненный. А чемоданчик на колесах – это сумка-переноска для собачки. Даже по-японски оригинальная пара прошла мимо. Одеты они прямо комплектом, и, как некоторые писали в комментариях, бывает ощущение на улицах Токио, что идут модели из одной коллекции. Вот это как раз был тот самый случай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эту прогулку я начала где-то около пяти вечера, и пока ходила кругом и снимала, стало вдруг неожиданно темно. На деревьях зажглись лампочки, и витрины стали заманчиво светиться, призывая зайти в магазин. Но знаю, вы расстроитесь, к сожалению, я не зашла, а это было консультанты из магазина Ком де Гарсон. Это витрина японского бренда Sakai. Выборы аутфитов меня немножко расстроили, потому что в весенней коллекции, весенне-летней коллекции этого сезона, очень много интересных вещей, но почему именно это попало на витрину, для меня осталось под большим вопросом. Кому интересно, для вдохновения я в описании оставлю ссылку на их новую коллекцию. Справа в окошке я как раз листаю ее на их веб-сайте. Sakai это очень известный японский бренд, который успел за 20 лет своего существования стать уже культовым. Практически всегда это свободные формы, навороченный многослойный крой. Но все нужно примерять, пробовала как-то на себя, не все мне идет, нужно быть очень худенькой, хрупкой и желательно брюнеткой. Ну, мне так показалось. В очередной раз на моих видео прошла женщина в кимоно. Как-то в комментариях спросили, а чего это они ходят в кимоно, ведь у нас по улице в сарафанах да кокошниках людей не увидишь. А в Токио ходят достаточно часто и не всегда это униформа, хотя тоже встречаются. Консультанты не только магазинов по продаже кимоно, но и продавцы в лавках японских сладостей и официанты в дорогих японских ресторанах, одеты в кимоно. Но японки в кимоно на улицах чаще всего просто так оделись и не обязательно это какое-то официальное мероприятие, требующее такого дресс-кода. Просто некоторые любят и привыкли носить такую одежду. Повседневное кимоно сегодня не такое уж и дорогое. И здесь больше вопрос не в деньгах, сколько стоит эта одежда, а во времени. Чтобы надеть кимоно, даже умеючи, нужно потратить гораздо больше времени, чем натянуть на себя брюки. Но красота требует жертв. И те, кто любит и привык носить кимоно, чувствуют в этой одежде себя очень даже комфортно. На улице темнеет на глазах, стоим мы на пешеходном переходе перекрестка Рапонги. Обычно к вечеру здесь всегда было много народу, и я чувствовала себя здесь некомфортно. Зазывала из ночных клубов, выкрикивали призывные лозунги и заманивали тебя зайти в бар. А сейчас все очень спокойно. На сегодня у меня все. И когда было светло, я почему-то себя не снимала. А тут на ночь глядя, решила показать, как я была одета. Одета я была по-простому, по-походному. На этом у меня все. Всем пока, до встречи.